Здравствуйте, уважаемые друзья! С большой благодарностью благодарим Клуб Ветеранов Северсталь за то, что нас пригласили сюда с возможностью презентовать нашу новую книгу. Я являюсь представителем издательского дома «Порт Апрель». Мы выпускаем книги, мы ищем интересных авторов и выпускаем эти книги. И в данном случае я бы хотела вас познакомить с нашим изданием вторым в серии «Природа северо-запада Вологодская область. Грибы Вологодской области». Первая книга была «Птица череповца», а сейчас «Грибы». Удивительная история нашей находки вот этих вот авторов Николай Будник и Елена Мех. Они имеют свой сайт «Грибоведы.рф». И вот нам повезло то, что мы живем в одном городе с людьми, которые занимаются профессионально грибами, известными, не побоюсь этого слова, на всю Россию и за пределами нашей Родины. Я сужу об этом уже даже не по их словам, а по нашему опыту, потому что эта книга, несмотря на то, что вышла месяц назад, она уже ушла в Сартовалов, Сыктывкар, Воронежскую область, в Тулу, в Москву, Санкт-Петербург. И вот вчера отправили в Казахстан. Есть заявки из Германии и Италии на эту книгу. Дело в том, что специалистов по грибам у нас практически нету. Хотя вот парадокс какой, мы, казалось бы, грибная страна, грибная область, а специалистов нету, потому что ну как можно быть специалистом по воздуху? Дышишь, да и все, да? Вот и грибы точно так же. Однако нет, грибы это настолько интересная страна, что о ней есть что рассказать. И в связи с этим хотела бы пустить книгу по рядам, чтобы вы с ней познакомились, и дать слово Николаю Буднику и Елене Мек. Пожалуйста. Пожалуйста, возьмите книжечку. Ну, по самой книге. Можно сидеть? Можно, можно. Спасибо. Вот. По самой книге. Мы занимаем... Это у нас просветительский такой проект. То есть мы сами не мекологи, но грибники, которые давно-давно занимаются этими вопросами. Ну, на двоих, вот мы считали, на двоих у нас больше 100 лет грибных походов. Вот. Но помимо хождения по лесу, еще и читаем разные книги, занимаемся литературой. Вот. Занимаемся литературой. И в какой-то момент времени занялись тем, чтобы не собирать грибы в корзины в больших количествах, потому что это требует обработки и так далее. Стали их фотографировать, снимать фильмы и так далее. Когда архив накопился огромный, большой, возникло такое логическое решение, а давайте поделимся это с другими людьми. И вот мы сделали в интернете свой проект, стали показывать, рассказывать, и вдруг удивились отзывы, которые стали получать от других людей. То есть люди интересуются, говорят, о, как здорово, как замечательно и так далее. И вот на основе вот этой нашей работы познакомились с издательством. И вот в результате нашей совместной работы родилась вот эта книга. Исходя из того, что проект просветительский, мы и исходили уже, книгу писали не как научный трактат, а вот как разговор опытного грибника с новичком. Ведь наша традиция грибная предполагает приблизительно 20 видов грибов. 20 это даже много. Обычно люди меньше. Ну, что, белый подосиновик, масленок, грузди. Все. Что лишнее-то брать? Белый подосиновик, лисички, малыши. Вот, да. Вот, сейчас до 20 дойдем. Да, вот, да. Если вот это... До 20 дойдем. До 20 дойдем. До 20 дойдем. До 20 дойдем. Да, 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 да. Рыжики. Вот. Ну, белых тогда, если уж так считать, белых три вида. Да, у нас сосновые, еловые и березовые. Вот. И вот в этой книге у нас 146 видов грибов. Из них большая часть съедобных, те, которые можно брать с собой. Но здесь очень важный момент какой? Что вот этот разговор опытного грибника с учеником, он предполагает какой-то, ну, немножечко другой язык, чем научное писание. И вот чем же отличается эта книга от научных справочников? От тем, что мы применили собственную, собственную классификацию. Вот. А классификация такая. Все грибы поделили на, всего на 4, на 4 таких раздела. Это грибы пластинчатые. Вот открываем, о, с пластинками. Все, сразу, сразу в пластинке. Трубчатые, ну, с губкой, да, вот. Вот, типа белых. Вот. И выделили отдельно млечники. Вот гриб с млечным соком. Да, он пластичный, но он с млечным соком. Почему? Вот наша северная традиция вологодская как раз предполагает, что большую популярность имеют млечники. У нас их растет очень много. И люди берут, да, вот сирушку, допустим, да. Грузди там, черные, белые, желтые, вот эти собачьи, лиловеющие. Сухой. Да. И так далее. Горькушка, сухарки. То есть, вот с млечным соком. И еще так, прочие грибы. Ну, впрочие это что? Когда трубочек нет, пластинок нет, а, допустим, иголочки. Так. Или взять это... Дождевик. Дождевик. Да, ну, какой он? Он прочий. И вот четыре категории. А потом все эти четыре категории, ну, это для новичка. Вот сразу, говорит, вот нашел гриб, первым делом сразу возникает вопрос. Ой, а что же я нашел, можно его есть или нет? Справочники искать. Ну, допустим, справочник. Полторы тысячи грибов. И там они в алфавитном порядке по-латински расписаны. Парадам причем. Парадам на латинском языке. Как в этом огромной массе искать то, что я нашел? Вообще непонятно. Да мы сами ищем. Иногда вот есть такие грибы, которые, ну, просто попались, и мы хотим их определить. Мы не знаем, где искать, как искать. Ну, по каким-то там косвенным признакам. Понимаем, что это род такой-то. Уже в них ищем. Но это надо быть очень большим ученым, чтобы понимать все это. И поэтому вот избрали такой язык. Это, значит, трубчатые, пластинчатые, млечники и прочее. Но еще у грибов есть такая потребительские качества. И вот мы эти все грибы разбили еще на категории. Берем всегда. Это, значит, при встрече с этим грибом он обязательно идет в корзинку. Вот замечательный гриб. Ну, белый берем всегда. Рыжий берем всегда. Да, кто белый оставит в этом? Ой, нет, сегодня белый я не беру. Все берем всегда. Все берем. Берем всегда, да. Потом есть грибы, которые берем иногда. Ну, бывает такое, что, ну, ладно, типа, вот у меня этих сирушек нет или горькушек нет. Вот горькушек буду пособирать. Да, вот грибей нет, ну, хоть горькушек пособирать, сухарок. Да, да. Ну, ничего больше не растет. Тоже категория такая. Это вот наши пристрастия. Ну, для новичков, мне кажется, это вполне достаточно. Пусть хотя бы на нас вначале ориентируются, а потом будут свою классификацию избирать. Вот. Есть еще другой вид. Съедобные. Но мы их не берем. Вот, ну, не нравится. Вот вкус не нравится. Ну, допустим, есть такой. Гриб у нас растет огромных количеств. Вот, плохо. Вот. В огромных количествах это, допустим, говорушка дымчатая. Она такими кругами. Ну, рядовка еще называют. Серый дымчатая. Рядовка. Вот она, поздний осенний гриб. Растет с огромными... Да. Гриб массивный, хороший, да. Но у него такой запах. Горький. Нет, не горький, а наоборот сладкий какой-то парфюмерный, какой-то конфетный. Это раз. А он настолько насыщенный, что во время варки у некоторых аж тошнит. Тошнотворный. Вот. Ну, у нас, например. Ну, нам противные. Да. А есть люди, которые говорят, да вы что, вы ничего не понимаете. Это хороший гриб и все. Вот. И, так вот, категория съедобные, но не берем. Они хорошие, они замечательные. Но мы не берем из-за раз... Ну, допустим, есть виды сыроежек. Сыроежка хороший гриб, вкусный. Ну, его разве домой можно донести? Скорее всего, нет. Это струхлявые. К вечеру это все. Там нечего с него делать. Конечно, есть среди сыроежек хорошие, допустим. Вот у нас буреющие, да, или болотные. Это крупные, твердые. Попробуй сломать. Вот. И есть еще категория несъедобных. Ну, не ядовитых. Он просто несъедобный из-за своей горечи, консистенции, такой древесины жевать не хочется. Вот. То есть съедобные. Но у Ирия как? Несъедобные. Несъедобные. Но они не ядовитые. И есть категория ядовитых. Вот у нас вот такая простая классификация. В этой книге это все как раз представлено. И каждая категория представлена описанием гриба. Мы там его расписываем, как он выглядит. И фотографии. Фотографии все наши, с наших походов. Вот. Ходим в лес обязательно обвешивавшиеся партуры. Вот. У нас видео, фотоаппараты. Ну, опять же, для чего делается? Вначале как это было? Когда много собираешь, ну, когда вот начинается этот грибной психоз, да? Когда, не, ну, когда видишь много гриб. Ну, видишь, они стоят. Ну, как? Это же надо собирать. А потом только... Начинаешь понимать. Да. А потом, когда приходишь в себя, потом думаешь, надо же это все теперь обработать. Да. Это же сумасойте. Ну, вот. Так вот, стали как-то... Как умерить свою вот эту... Этот психоз? В начале стали выходить поздно. Ну, допустим, в три-четыре часа дня. Потом темнело и... Ну, что, ночь выгоняет из леса, ну, и все. Уже собирать нет. Вот. Потом все-таки решили, что нет, надо как-то по-другому. И вот появление фотоаппаратов и видеокамер как раз привело к тому, что съемка забирает время очень много. И грибов меньше. А воспоминаний и впечатлений намного больше. Вот сейчас у нас, допустим, в нашем проекте, проект из нескольких частей состоит. Это у нас большой сайт грибной. Это грибы Уломы Железные. Это местность здесь под Череповцом. Историческая. Это, ну, городовская администрация, или это как сейчас? Уломская администрация в тех местах. Вот. Грибы Уломы Железные. Раз. Сейчас на Ютубе это огромный канал Грибоведы РФТВ. Это телевидение грибоведов. Там у нас сейчас около 500 фильмов. Причем фильмы разбиты на несколько категорий. Эта категория энциклопедическая. Вот как вот в книге. Описание. Вот вы нашли гриб. Он выглядит вот так. Растет вот так. Что из него можно сделать? Вот это, это, это. То есть буквально за 10 минут описание гриба полностью. Есть категория грибная кухня. Там, где, что же с ними можно делать-то? Именно как готовить. Потом есть категория переработка. Вот как правильно солить, как правильно вымачивать, как правильно сушить. Какие там есть особенности для каждого вида гриба. Есть также очень абсолютно неожиданно вдруг выстрелил такой проект. Это дневники грибника. Это что значит? Это берешь камеру, идем по лесу и снимаем то, что видим. Вот птичка пролетела. Вот гриб этот растет. А тут вот этот растет. А вот еще тут что-то. И оказалось, что вот эти дневники грибника имеют просто очень большую популярность. Народ смотрит, удивляется и так далее. Фильмы эти где-то на час, на 40 минут. И у них просмотров в 3-4 раза больше, чем у энциклопедических маленьких. Хотя было вот, говорили, дуй, такие длинные фильмы, кто же смотреть-то будет. На самом деле оказалось все наоборот. И есть еще такая категория у нас, грибные посиделки. Там грибники со стажем, не мы, рассказывают о своей юности и о своих каких-то грибных походах. Не только о юности, и о современности тоже. Да, 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 и о современности тоже. То есть такие грибные байки. И вот такие рассказы, иной раз просто слезы наворачиваются. Когда человек рассказывает, как в детстве, например, у нас было 10 человек в семье. 10 детей. 10 детей, да. И вот папа с мамой, а вот мы помогали. Ходили грибочки, там соберешь, тут кору драли, хоть на ботинки себе, кротов ловили, шкурки сдавали и так далее. То есть вот такой у нас проект. И плюс еще это представительство в социальных сетях. Это в Одноклассниках, в этих Фейсбуке и ВКонтакте. Секундочку. Да. И вот на этом я хотела бы рассказать о моей издательской боли. Дело в том, что когда мы договорились о том, что мы сдаем книгу, проект шел гладко, авторы все вовремя сдавали у нас, вовремя задавали вопросы. Я сформулировала техническое задание. Нам книжечка нужна на 124 страницы. Потому что предыдущая была тоже, это такой нормальный, хороший объем. Они мне принесли материала на 200 страниц. Я говорю, ребята, ну так не пойдет. И они просто грудью встали на защиту своего материала и сказали, как же мы можем, например, выдать половину, а, например, о несъедобных не написать. Это же люди у нас отравятся. И как же так? По секрету скажу, что у нас будет второй том, разбивающий тему. В результате нам пришлось беспрецедентно увеличить объем книги до 174. А сами понимаете, это много организационной работы. И мы пытались сначала сокращать текст. Авторы опять грудью встали на защиту своего текста. Сказали, а представьте, мы что-то, например, недопишем значимое. Человек, извините, здоровье повредит. Кому претензии будут? К нам. Потом мы боролись за фотографии. Должна сказать, что отбирали фотографии, как у лучших фотомоделей. Чтобы и юбочка была видна, и в вас профиль, и снизу, и сверху, и еще и разрезать. И все, что под юбочкой. Да. Чтобы было абсолютно четко понятно, чем отличается этот гриб. Все это бахромушечка, бархатистость и так далее. И, конечно, этим книга выгодно отличается от других изданий, где, например, грибы просто нарисованы. Пойди отличи, это тот гриб, который встретился, или нет. И более того, хочу обратить ваше внимание на то, что каждая статья о грибе сопровождена QR-кодом. Вот таким квадратиком, на котором, если наводишь смартфон, то выходишь на статью об этом грибе сайта. То есть, опять вот этот способ, знаете, сэкономить место. Мы у нас сжато написано. А если не хватает информации, душа просит еще, пожалуйста, наводите смартфон на QR-код, выходите на сайт и уже об этом всю лирику читаете, которая у нас не вошла в эти грибы. А на сайте уже на каждый гриб у нас мы выделили от 40 до 60 фотографий. Ну, редко есть грибы, у которых там 30 фотографий. Но все фотографии построены по одному принципу. То есть, вначале общий вид гриба, ну, с разных сторон и в разном возрасте. Потом место, где он растет обязательно. Мы тоже стараемся показать, ну, в каких условиях-то этот гриб вырос. Размер гриба. Потому что иногда на фотографии непонятно, вот такой гриб или вот такой гриб. И мы сравниваем все с рукой, с ладонью. Потому что, ну, там у женщин поменьше, у мужчин побольше ладонь. Ну, примерно все-таки можно определить. Вот. А потом уже конкретно шляпка, пластинки, ножка, разрез. Ну, там где-то там способ присоединения. И дело в том, что вот все время пополняется фототека, скажем так. Все новые фотографии. И вот, когда мы уже доходим до 65 даже, понимаем, что все, уже хватит. Если объять не объять. Да, да. А вот когда 20 всего лишь, или 30 всего лишь, то тогда еще можно и добавить, и дополнить. Вот, да. А мы, так как избалованы сайтом, а в сайте ведь что, мы не ограничены объемами. А издательство свои очень жесткие требования. Да. И поэтому вот сначала мы с Николаем отбирали три фотографии на каждый гриб. Вот представьте, из 60 выбрать три. Ну, ладно. Самые точные, самые юные. Да. А потом уже стало понятно, что и три не влезает в книгу. И поэтому иногда одна фотография, иногда две. Ну, вот. Ну, наиболее точно. Наиболее точно. Вот это о книге. А есть ли какие-нибудь вопросы? Вы хотите продать эти книги? Хотим. Стоимость. А это вот вся коммерческая часть. Вот мы написали. Да. Наша книга стоит 650 рублей по издательской цене. В магазинах она уже по 800, по 850 стоит. И дело в том, что поскольку она имеет характер такой, ну, как бы... Справочник. Справочник, да. То, конечно, мы считаем, что она... Это выгодное для вас вложение. Это на многие годы, как говорится. Так. Если вы сейчас у вас не купим, где можно найти? Вы знаете, мы можем построить немножко по-другому. Вы можете собрать заявки, собрать денежки. И просто я продиктую мой телефон, пригласить меня, и мы подвезем нужное количество заказов. То есть сразу оттензательство. Да. Да. Вот скажите, пожалуйста, проводите ли вы какие-либо лабораторные исследования о процентном содержании яда? И есть ли у вас лечебные грибы? Лечебные грибы есть. В книжке они представлены. Ну, о лечебных свойствах мы особо не рассказываем. Почему? Ну, не врачи. Вот. Но рассказать об этом грибе и показать... То есть это все просто на взгляд? Ну, почему? Нет, дело в том, что... Некоторыми грибами мы сами пользуемся. Ну, это понятно, что практика как бы употребления. Но не всем же эти грибы, как говорится, есть как бы ограничения. Да. Да, есть и ограничения. Вот. Еще такой... Второй вопрос на эту тему. Да. Вот есть ограничения, это раз. Второе. Микология – это наука. Во всех странах работает огромное количество научных центров и лабораторий. Каждый гриб под неустанным таким исследовательским взглядом. Почему? В надежде найти что-то такое, что поможет... Чего еще не было. Чего еще не было, да. Что поможет человеку и так далее. Сейчас, допустим, стал доступным этот ДНК-анализ. И сейчас с помощью ДНК-анализа стали опять пересматривать классификацию грибов. Оказалось, что многие классификационные конструкции не выдерживают этого ДНК-анализа. Это сейчас пересматривается. Это я к чему говорю? Ну, например, маслята и мокрухи сосновые оказались близкими родственниками. Совершенно близкими. Хотя маслята – трубчатые грибы, а мокрухи – пластинчатые. Качество полезности. Да, да. И вот. И качество полезности. Это исследуется на огромных, в больших таких масштабах. Что делается? Смотрится сейчас что? Ну, антивирусная активность. Насколько она подавляет развитие вирусов. Второе. Антираковая активность. Насколько подавляются раковые культуры вот этими экстрактами того или иного гриба. Общеукрепляющие какие есть вещи. Поднимающий иммунитет. Да, поднимающий иммунитет. Вот это модуляторы иммунитета. Есть те, которые поднимают энергетику человека. То есть, активизируют и так далее. То есть, все это есть в лабораториях. Дело в том, вот я еще раз хочу повторить, что у нас это просветительский проект. Мы находимся между грибниками и наукой. Вот, читаем и, ну, по мере сил, вот, каким-то доступным языком рассказываем. Содержать большую лабораторию и прочее, это уже совершенно другая деятельность. И другие финансы, и вообще это другое, все другое. Ну, извините, понятно, что грибы это растительный белок, который необходим нашему организму. Но он не, я возвращаюсь к этому же вопросу, но он не у всех хорошо усваивается. А вот тут насчет усвоения грибов. Многие считают, что грибы это тяжелый продукт. Да, да. Дело в том, что здесь у нас на севере грибы еда, а не баловство. Это заготавливалось. Ну, вот мы там встречаемся с людьми. А экология влияет, например, если, значит, на Украине, когда радиация, и там вырастают такие огромные, они тоже думают, люди, которые там живут, они кушают эти грибы, а на самом-то деле это радиация? Да, да, да. Вполне возможно под Чернобыль. Мы не собираем, это точно. А у нас тоже экология-то не ах. Ну, не знаю, у нас там в ста километрах от города, в общем-то, так. А в этой книге грибы только в Новгородской области? Да, только здесь. Ну, чем мы интересны, это вот именно грибы наших лесов. Потому что что толку, допустим, рассказывать о грибах Краснодарского края? Ну, вот нам задают вопросы, там что за гриб, там синяя ножка какая-нибудь, или рядовка эта полевая, не растет она у нас. Мы бледную поганку не можем много лет найти. Она не растет. Вот у нас или нет? И по поводу усвояемости и полезности для организма. Действительно, это экологически есть ограничения. Есть ограничения по химическому составу самого гриба. И есть еще ограничения по ферментативному аппарату самого человека. Есть народы, у которых не хватает определенных ферментов. Ну, допустим, саамы, вот ближайшие наши здесь соседи северные. Финны, что ли? Да, не финны, в Финляндии они. Финские. Вот у них в большинстве своем, у них нет фермента, который грибы может переваривать. И поэтому для них, для них это ядовитая пища, они не собирают. Ну, вспомните фильм «Кукушка», да? Когда, ну, ты что, говорит, делаешь, ты сейчас отравишься. А русский насобирал грибов, там варит, ест. А нам это, это вот один момент, то есть ферментативное ограничение. Второе, в самом грибе ведь есть что? Это энергетическая составляющая, да? Калорийность. Калорийность грибов довольно-таки низкая. Вот, раз. Но есть еще в них витамины, есть минералы, которые нам нужны, и есть еще, так называемые, экстрактивные вещества, улучшающие пищеварение, улучшающие аппетит, ну, и самые вкусовые ощущения. Вот, и что тут интересно в грибах? Вот северная традиция заготовки грибов нашла способ, как миновать вот эту трудную усвояемость. При холодном способе засолки, по существу, мы не варим грибы. Мы употребляем их, ну, вот такими, как и в природе. Вымачиваем и потом солим 30-40 дней, то есть ферментируем. И вот при этом способе разрушаются хитиновые оболочки клеток, которые есть в грибах и роднятах с насекомыми. И вот эти вот грибы легко усваиваются. Вот таким способом засоленные. Конечно, если там соли набухать очень много, то вредно будет, да. Да, ну, вот здесь мы тоже говорим, да, что от 40 до 50 грамм соли на килограмм вымоченных грибов. В этом случае грибы, получается, даже нельзя назвать солеными, это солено-квашеные. Так вот, солено-квашеный гриб, он хорошо как-то усваивается организмом. Как это обнаруживается? Допустим, пожилой человек, если съест обычный вареный, печень болит, а этих поел, а ничего не болит, и хорошо все проходит. Пардон. Вот, и еще такой момент. Вот, чем мельче сделаны грибы, тем лучше они усваиваются. То есть, вот, скажем, целую шляпку просто есть. Или молотая в мясорубке, да, это совершенно разные вещи. То есть, чем мельче гриб, тем он лучше усваивается. Грибной порошок, там, грибная икра, ну, вот я суп варю, например, размалываю на мясорубке. И они тогда вообще легко, очень легко проходят. Ну, а если, конечно, такими соленые очень, крупными шляпками, вареные. То есть, одним словом, как еще надо уметь готовить, чтобы было хорошо и вкусно. И полезно, вот это самый важный момент. Вот. Извините, грибы кушать там, где человек родился. Да. Из этой местности. Да. Совершенно верно. Нет. Не стоит. Совершенно верно. Так вот, вот это. Где родился, там, где родился. Да, грибы в Вологодской области. Да, как у нас и названо. Лично для меня, например, было вновь познакомиться с некоторыми другими видами грибами, которых я не замечала. Ну, просто вот как человек, да. Например, чесночник, да. Оказывается, есть такой гриб, который пахнет, дает аромат чеснока, но он гораздо интереснее и насыщеннее, чем сам чеснок даже. Или, например, гриб зонтик, который... Чесночник вот такой, а зонтик вот такой. Да, оказывается, он вообще как-то вот нами воспринимался, как за какой-то ядовитый гриб, а оказывается, он не просто вкусный, еще и деликатесный просто-напросто. Удивительно было узнать, что оказывается очень полезно. Лисички, которые мы видим тоже в изобилии в наших лесах, лисички стоит поесть сырыми, потому что именно в сыром виде они... Максимально полезные. Они максимально полезные. А если уж их отваривать, то как кальмаров варить не до морковки на заговенье, а очень немного и деликатно. Только тогда они остаются не резиновыми, а нежными, такими, какие они особенно вкусные. Вы спрашивали про радикационные свойства. Например, те же лисички, высушенные по температуре, но самое большое 45 градусов, самое большое. И употребляемые потом без нагревания и замораживания, они обладают очень большими лекарственными свойствами. Перемолотые еще. Да, да, да. И перемолотые, да. В кофемолке, например, если сушеные лисички перемолоть и просто посыпать, блюдать. Не зря за границу отправляются. Да, за границу огромными практически все урожаи скупаются. В этом виде лекарства мы покупаем. Совершенно верно. Да, причем мы даже здесь, у нас есть фильмы, которые там продают молотая лисичка, например. Мы-то знаем, что это просто размолотая лисичка. А стоит такая капсула около 500 рублей каждая. Так что есть. Ну и из лекарственных, конечно, если мы говорим о лекарственных, это, конечно же, красный мухомор. Да. Это как бы такой царь лекарственных грибов. Один из самых сильных, один из самых мощных. Ну, мы его рекомендуем для внешнего пользования, для наружного применения. Это растирки различные. Вот. Очень хорошо. При болях в суставах, мышцах. Знаете, знаете. Да. Вот. Совершенно верно. Работает фантастически. Ну, настойка просто готовится. Берутся мухоморы, кидается в банку, заливается водкой и стоятся на холодильник на 3 недели. Вот он, отцедили, вот и использовали. Очень хорошо, кстати, помогает девочка. Грибы у нас это настолько, вот мы не осознаем, но настолько это объемная как бы страна, что называется, да, что мы, конечно, уже готовя первый том, поняли, что мы будем делать второй. И вот как раз во втором томе у нас авторы изложат и какие-то лекарственные вещи, да, косметические. И, оказывается, грибы содержат коллаген, тот самый, за которым гоняются все эти косметические монстры, да, они у нас в лесах растут. Да, гиалуроновая кислота, оказывается, в огромном количестве содержится в ложной опютке кирпично-красном, который у нас там буря растет. А мы-то и не знали, да. Вот. Во втором томе будет грибной календарь. То есть, вот наш... Какой это будет том? А мы вот варьируем клетку. Надеемся, что к следующему сезону, да, к следующему грибному. Можно вместе томата, чтобы всю энциклопедию собрать. Вы знаете... Можно просто купить два тома, а может, кому-то и не надо какой-нибудь. Да, и вы знаете, мы, конечно, как издательство, мы ведь все время рискуем, когда берем новый проект, да, мы ведь не знаем, какое количество людей им заинтересуется. И вот этот вот пробный том уже показал, что практически все, кто купил первый, готовы купить и ждут уже второй том. Для нас это, конечно, самое благодарное наблюдение. Вот. Но для меня, например, было потрясающей, интересной деталью узнать, что, оказывается, грибы можно собирать с мая по ноябрь, да. И вот как раз мы разместим во втором томе календарь... С ноября по май. И с ноября по май. Да, это уже можно. Вот. Чтобы как раз люди могли видеть, в какие месяцы можно зачем охотиться, да, чтобы действительно, вот девиз наших авторов, чтобы ваши корзинки всегда были полные. А как раз, чтобы можно было по этому поводу не расстраиваться. Ведь не зря говорят, земля матушка, а лес батюшка, да. Он строгий, он все по делу говорит, но если ты правильно к нему подойдешь, и накормит, и вылечит, и оденет, и напонит. И защитит. И защитит, да. А насчет экологии, действительно, это все серьезно. Обычно, вот сейчас, допустим, из жизни современных грибников, ведь сейчас автомобилизация очень сильная, да, практически в каждой семье автомобиль, а может, и даже и два. И как показывает практика, люди собирают грибы довольно-таки далеко ездят. Это и за 100 километров, и 120, и так далее. А там, вот, Вологодская область, чем интересна, это первозданные леса еще можно встретить. Если, допустим, Московская область, москвичи говорят, господи, все уже загадили, везде, или дачные поселки, везде люди. Везде люди, никуда не зайти. Вот, то у нас есть еще тайга, где, ну, допустим, в этом году мы ни разу не встретили ни одного грибника. Никого не встретили, ни одного. Два раза встретили охотников, и, причем, одних и тех же. Ну, вот, ну, видать, по одному хоть. То есть, охотников. А вот, чтобы грибника увидеть, ну, вот, и в прошлом году не видели грибников. Это же где вы их собираете, в Уламе все? Да, в Уламе, да. Да, там, да, да, вот, за Коротово. В районе Гавино. Вот, за Коротово, да. Между Дубровой и Гавино. Вот, поэтому экологические проблемы, они действительно существуют, но обычно как это делают? Как можно дальше от промышленности люди едут и там собирают. Вот, если надо проверять... Ну, и у самой дороги, конечно, не имеет смысла собирать. Да, извините, я все как издатель. Еще интересный момент в контент, авторы планируют во второй том, о том, как сделать так, чтобы грибы начали расти у вас на участках. Оказывается, есть такие методики, да. И, например, если песчаная почва, да, при определенных растениях начинает расти маслята прямо на участке еще. Вот, то есть, да, 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 вот как раз вот такие тонкости у нас... Ну, вот как раз у нас на участке вот как раз и рыжики и масляты. Это два фильма «Грибы нашего участка». Да, да, да. Вот. Ну, и еще во втором томе мы планируем... Да, да, да. Да, конечно, под березовик это такой благодарный гриб. Да, 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 вот радость такая. Да. Вот. И еще во второй том мы планируем... Во второй том мы планируем такой раздел «Грибы-двойники». Сравнение грибов. Ну, вот грибы, которые похожи друг на друга. Ну, допустим, лисичка и ложная лисичка. Или ежовик желтый. Вот, допустим, лисичка и ежовик желтый. Ведь если на них сверху смотреть, абсолютно одинаково. Но бывают случаи, когда вот у нас друг сына выругал, сказал, ты что тут собрал? И взял и выкинул. А тут целую корзину собрал ежовика. Это вот как лисичка, только у него иголочки там вместо морщинок. Ну, он набрал, говорит, лисички. И главное, что молодой человек, ну, ему под тридцатник, и он не видит различия с лисичкой. Ну, как, не видно, ну, ты же посмотри. А я откуда, говорит, знаю. Рыжие, рыжие, значит, лисичка. Вот. Так вот, будет посвящено вот таким вот... Тонкостям. Да, таким тонкостям. У нас там набирается 50 пар. Больше 50. Которые, ну, в книгу войдут, наверное, потому что... Постараюсь умять. Да, потому что вот у Гребняка возникает вот эта сложность. Вот он нашел и мучается вот это или не это. А как вот эти различия увидеть и обнаружить? Вот здесь мы заострим внимание и покажем буквально на параллельных снимках, на параллельных фотографиях. Да вот недавно в комментариях тетенька пишет, что вот муж набрал там резовок серых, принес, я их тут почистила, стала варить. Ну, такой тошнотворный запах. Ну, просто. Оказывается, он вместо серых штриховатых набрал мыльных. Они очень похожи. И у нас растут те и другие. Да. И вот она говорит, ой, ну я все просто выкинула. А, и вот спасибо, что нашли ваш фильм, посмотрели и поняли, что же мы набрали. Ошибку поняли. Вот, ошибку поняли. И вот такие тонкости, они... А вот рядовка серая, вот сейчас она популярность набирает у нас в Вологодской области. Не вдруг найдешь около деревни. Люди берут, почему? Гриб очень вкусный, хороший, замечательный, качественный. Но его нужно правильно определять. Вот это вот... Там есть некие тонкости. Ну, и это поздний осенний гриб обычного, поздней осени, никто уже в лес не ходит. Вот. Ну, теперь ходят. Вот. Спасибо вам, Игорь. А самый первый гриб такой растет. А? Самый первый такой гриб растет после весны. Сорта с цифа. Сморчок? Ну, да, сморчок, но... Сморчок, наверное, самый первый. Нет, ну, дело в том, что вначале растут так называемые бабушкины уши. Это сорка с цифа... Да, сорка с цифа красная. Красная, яркая такая. Да, вы видели, да, такие вот пятачки вот красивые. Вот. Они начинают расти уже под снегом. И когда снег сходит, они уже готовы. А потом на проталинах появляются, да, строчки-сморчки. Ну, это уж классика. Ну, у нас начало мая это. Где-то там на южне этого апреля, а у нас вот в начале мая. Ну, и сморчки, строчки... Ну, самое раннее мы вот находили 30 апреля. Самое раннее. Сморчковая шапочка. Вот она, гриб довольно-таки... Ну, он занесен в... Ну, довольно-таки редок. Ну, вот его тоже есть. А потом все, понеслась. А строчок гигантский, он вот такого размера вырастает. Вот такого даже. То есть несколько грибов, и ты обеспечен хорошим ужином. Вот. И что интересно, что если строчок обыкновенный, там он... У нас вот, кстати, там есть раздел, грибы неоднозначные. То есть где-то он ядовитым даже считается, где-то нет. А вот гигантский, он, во-первых, весь-весь-весь-весь не пустой, а пронизан вот мякотью. А во-вторых, он совершенно не ядовитый. То есть его можно сразу... Ну, во всяком случае, исследования были несколько раз, и не подтверждают нахождение в нёх токсинов. В строчке обыкновенном, да, токсины есть в небольших количествах, поэтому надо или отваривать, или длительно сушить, чтобы вот этот токсин улетучился. Проварить хорошо. Да, и воду слить. Да, и воду слить, конечно. Вот. Но наши грибы вот в Вологодской области, всё-таки Вологодская область, северный регион, и вот токсинов-то довольно-таки мало в них. Поэтому проварка или просушка даёт возможность спокойно, без опаски его... Я тут припоздал немножко. На рынок захожу, солёные грибы, бычки. Вы не скажете, что это за... Валуи? Это валуи. Валуи? Да, да, да. Интересные грибочки, вкусные. Ну, их по-разному называют. Нет, дело в том, что... Бычки, кулачки, там, кульбики, всякое называют. Да, дело в том, что вот грибы... Как это было, так и называют. Да, грибы-то чем интересны, что... И сложны в то же время, что каждый регион имеет своё название этого гриба. Поэтому, чтобы в микологии не утонуть, используется латынь. Вот, в книге тоже даётся латинское название. Почему? Потому что есть более-менее распространено русское, но есть ещё много у этого гриба, много региональных наименований. Ну, допустим, вот этих же бычки. Вот человек увидел, что за бычки? Рыбки, что ли? Или вот, например, есть столько разных названий у одного и того же гриба. Да, но здесь все любят, собирают серушку. Да, серушку. Серушка и серушка. Вообще-то она правильно называется. Млечник обыкновенный. А серушкой могут называть и серую рядовку, и что угодно. Она гриная, болотная есть, и в щаще есть. Ще на толстом на карте. А болотная, это млечник блеклый. То есть, серашку Харка ещё иногда называют. Да, а ещё у этого, у блеклого, в деревне, в Емельяновской, там говорим, а вот такие вот грибы. На болоте. На болоте. А, мертвяки, что ли? Представьте, вот там местное название. Там называют мертвяки. Мертвяк. Да. Я вот мертвяков насобирал целую корзину. Как-то так. Ну, вот, а были мы в Песто, например, там наши серушки, называется Канюха. Почему Канюха? Понятно. Назвали и всё. Вот, и народ это пользует. Путники, попуты, как только не называют. В разных районах Вологодской области тоже. Да, совершенно верно. Поэтому найден способ, это использование вот этой международной системы латинских названий. В этом случае намного проще мыл, латинское название вводишь и выходишь именно на этот гриб. Иначе очень трудно объяснить, что ты имел в виду, когда говоришь вот об этом или другом. Бывают даже скандалы, там, ой, вы не понимаете это, это. Это потому, когда начинаешь говорить, это темы с этим, со свинушкой. Есть свинушка тонкая и свинушка толстая. Казалось бы, ну да, она толстая. Ну, не внешний вид, а вот именно сам вид гриба. Есть тонкая, она одного вида. А толстая свинушка, это с такой, с черной бархатной ногой. Так вот, толстая. На пнях обычно растет. Вот, она не ядовитая, в ней не найдено каких-то страшных там токсинов. Вот, а спор и все. И здесь свинушка, и здесь свинушка. Ну, когда в этих... Да, в терминах определились. Да, в терминах определились и конфликт исчез. От конфликта уже. Вот кубарь гриб растет интересный. А он такой черный, скользкий. Да. А вы растет, так вот его шляпа-то так. Вот это и есть бычок. Это и есть бычок. Вот это и есть. Да. Да, это кубарь. Кубарь-то, он же все человека растает в дурок. Да, 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 да. Да, да, да. Сосорится вкусный. Да. Совершенно верно. Так что вот, вот даже мы здесь сидим, и то сколько названий отдали. Вот. Значит, вот книга. Вот, еще вот... Давайте раздам. Да, визиточки. Пожалуйста, приходите к нам на сайты, смотрите наши фильмы, показывайте своих детям. Ну, кто хочет интернет, хочешь, хочешь, там, дети. А, смотрели, ну, видите, в указ. А мы были в северной Ирландии. Так. Нас по экскурсиям водили, завели в лес. Так. И там Анжелика, сейчас дочь жили сюда, как раз осенью. Увидела, ой, мама, белые грибы. Хап, 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 хап. А Хью, и говорит, no, Анжелика, no, нельзя. Они там не собирают грибы. А мы все равно собрали, приехали домой. Анжелика обработала. Они не стали есть, пока мы не поели. Поелись. Ну, к нами ничего не случилось. Хью, пойди, давай. Поели. Ой, гуд, гуд, вкусно. Вот так вот. А там не берут грибы. В магазине покупают какие-то привозные, и все. Ну, это вот... Они не пережили столько войн и разорений, сколько мы пережили. Мы уже там... Поелы-то грибы красивые. До сих пор было... Да что оно, конечно. Вот. А здесь действительно наш край грибной. Грибов очень много растет. И чтобы понимать во всем этом многообразии, я думаю, вот эта книга поможет. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Да, спасибо. Да, конечно. Звоните, обращайтесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok